По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Учитель? Заходи. Вот остальные заявления. Хорошо. Да, вас какой-то парень спрашивает. Из студентов? Нет, из деревни, кажется, приехал. Назвал себя Атабеком. Атабеком. Атабеком? Да, так. Позвать? Зови, пусть заходит. Атабек. Сын Лола. Только ее? Или? Здравствуйте, учитель. Можно? Проходите, Атабек. Как поживаете? Прошу, садитесь. Спасибо. Ну, как поживаете? Спасибо, все хорошо. А куда переселились? Ну, сейчас у родственников мамы. Покойная мама говорила мне, что после окончания института, ну, через три года практики я встретиться должен с вашей супругой. Но я не смог ее найти. А потом мне порекомендовали встретиться с вами. Я вас не потревожил. Нет, что вы правильно сделали. С вашей мамой мы... Знаю. Мама мне говорила обо всем. Они с вашей супругой были близкими подругами. Да, так. Если позволишь, я перейду на ты. Я с близкими людьми всегда так поступаю. Конечно, учитель, конечно. А в какой сфере? Ну, в машиностроительной, я думаю. А в какой сфере? С двигателями связанной. Вы, оказывается, работали над адаптацией сельскохозяйственных двигателей в нашем регионе. Мама мне про ваши уроки и про ваши награды очень часто рассказывала. Даже покупала книги, написанные вами. И выбранная мною тема тоже очень близка к этому. Я не боюсь трудиться. Если бы вы немного меня поддержали и в верное русло направили, я... Конечно, я буду с тобой. Ты будешь лучшим из моих учеников. Было бы хорошо. Поработаем. В новые годы у нас большие изменения в качестве обучения. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо, понравится. Тогда поступим так. Пойдем ко мне домой. Хорошо. Познакомишься с моей супругой, Айден, и с дочками моими. Спасибо. А потом решим все остальное. Что скажешь? Я согласен. Тогда поехали. Ну, хорошо. Айден? Да ну, кто есть дома? Гость пришел. Сейчас. Здравствуйте, папа. Добрего дня. Как вы? Как вы поживаете? Все хорошо? Здравствуйте. Как вы, папа? Вот, встречайте. Отобек, ну-ка иди сюда. Иди сюда. Входи. Спасибо. А как вы? Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Айден, женушка моя, это Отобек. Отобек. Да, Отобек. Лола... Да, Лола. Отобек – это Айденопа. А это мои дочери. Здравствуйте. Как раз? Саудат, спасибо. Плохо. Пожалуйста, проходите. Проходите, пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Проходи, отобег. Давай. Мама, помочь вам? Ну, вот здесь мы и живем. Чайник возьми. Здесь уютно. Сейчас плов будет готов. Хорошо, хорошо. Девочки, идите. Как у вас учеба? Спасибо, хорошо. Все нормально? Ой, все хорошо, спасибо. Садитесь. А вы как сами? Спасибо. А Табиаке, вы учитесь? Да, я уже закончил учебу. Отделение механики в Политехническом институте. Теперь хочу начать научную работу. Это было мечтой моей мамы. А мама советовала обратиться к Одинопе за помощью. Сказала, что она не откажет, если я приду от ее имени. Вот поэтому я здесь. Лола была прекрасной матерью. Мамочка. Светлая ей память. Вы обязательно напишите научную работу. Мы поможем вам. Обязательно. Правда? Папочка. Да, это так. И моя мама, мечтая о том, как я стану доктором наук, покинула нас, не дождавшись этого. Ты только посмотри. И твоя мама мечтала, чтобы ты занимался наукой с того ученым. Царствие ей небесное. Судьбы наших мам оказываются очень похожи. Папочка, смотрите, а тебе как я на вас похож. Правда, мама? Очень похожи. Я сейчас. Я помогу вам. Вы знаете, я хочу идти по стопам вашего отца и стать таким же ученым. Наверное, из-за наших целей мы и внешне стали похожи. Пожалуйста, плов готов. Выглядит, как настоящий ташкентский плов. Да нет, это харизмский. Харизмский. Приятного аппетита. Так много видов. Накладывайте. Шериф Джон, здравствуйте, как хорошо, как сами. Доброго дня, учитель. Здравствуйте. Как вы? Спасибо. Учитель? Да. Атабек вас очень ценит. Может, зятем станет вам? Да, да, конечно. Знаете, сестра, мы унаследовали от наших родителей не только любовь к науке, но и упорство в достижении своих целей. Почему ты так говоришь? Вот вы. Учитесь в Москве. Не прошел и год. Родители вызвали вас назад. Домай. Да. Сознайтесь, вам было непросто перевести учебу с Москвы в Ташкент. У некоторых это получается очень легко. А вы настрадались, потому что мы Таировы. Таировам ничего не дается так просто. Вот ты. Десять лет училась только на «Отлично» в школе. Была претендентом на золотую медаль. Правильно. Но при сдаче экзамена в Министерство образования ты получила четверку. И только после того, как отец пошел и доказал, что ты достойна золотой медали, ты смогла ее получить. Не так ли? А помните, как я поступала в институт? По математике мне поставили четверку. Помните? Да. Председатель экзаменационной комиссии Махамаджонов узнал меня по фамилии. Когда по просьбе отца я два раза сдавала неформальный экзамен, оба раза он поставил мне пятерки. Да. Нельзя по отношению к этой фамилии допускать несправедливость, сказал он тогда. Я так была счастлива. Знаете, сестра, я тогда не столько обрадовался оценке, сколько тому, что наша фамилия стала символом справедливости. Вот теперь ты стала студенткой института дипломатии и экономики. Да. Вы тоже экономист по второй профессии. Да? Да. Ну как вы тут? Проходите, мамочка, садитесь. Мамочка, знаете, мне кажется, папа своего ученика Атабека стоит выше даже своего зятя. Сестра, скажите, даже выше своих дочерей. Да. Почему вы так говорите? Саудат, ты же знаешь, как отец тебе верит, как он на тебя надеется. Когда твоя дочка отравилась от лекарства, он так сильно переживал, помнишь? Он тогда сказал мне, если с ней что-то случится, моя жизнь потеряет всякий смысл. Ты помнишь это? А ты, Доно, папа тебя больше всех любит, как младшенькую свою. Атабек – сын моей умершей подруги. Она доверила его судьбу мне. Только по моей просьбе ваш отец помогает ему как может. Да вы и сами любите Атабека как родного брата. Не так ли? Скучаете по нему? Спрашиваете о нем? Что с ним? Почему он не приходит? Может, он обиделся на нас? Ну да. Ну хорошо, идите. Занимайтесь делами. Давайте я возьму. Иргий Затарович, Иргий Затарович, ну выслушайте. Ты слушай, я Иргий Затарович, ну. Я тебе столько денег заплатил, но все равно ни с чем ты не смог справиться. Он добился всего, чего хотел. Академиком стал, доктором наук стал. Вот теперь ректором станет, да? А я так и остался кандидатом наук. Будь ты проклят. Будь он проклят. Мы еще покажем на что способны. У меня есть план. Все твои планы провалились. И этот провалится. Не провалится. Удастся. Точно. Но если ты не уничтожишь Айбека Таирова на этот раз, я растопчу тебя лично. Понял. Понял меня. Понял. Ясно. Ясно. Доброго дня, учитель. Доброго дня. Здравствуй. Что-то случилось? Учитель. Те враги, о которых мы думали, что они обезврежены. Они сидели в засаде. Что произошло? Смотрите. Учитель. Это явная клевета. Люди, которые знают вас, никогда в это не поверят. Да мы уничтожили бы это, сожгли бы газеты до вашего прихода, но посчитали лучше самим принести вам это, чтобы вы прочитали. Атабек. Интересно, Атабек в курсе? Угу. Если он увидит, как он воспримет это. Совсем молодой пацан. Мы искали вашу супругу, потому что ваша дочь, сада Топа, сказала, чтобы мы сообщили ее маме, что Атабек сын ее подруги. Да, сообщите. Учитель, вы не беспокойтесь. Собака лает, караван идет. В этот раз они не ограничились лаянием. Укусили. Давай, иди работай. Недавно мы по приглашению концерна УЗА в Тайоль побывали в Германии, в городе Кёльн. Вам известно, что в Германии превосходные дороги. Это работа дорожных строителей. Для того, чтобы и в Узбекистане построить такие прекрасные качественные дороги, мы изучили опыт наших коллег из Германии. надо признаться, что завод оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое одновременно может прокладывать дорогу от 3 до 15 метров шириной. Корпусные детали этих машин отвечают самым последним требованиям дорожных работ. Сегодня качество наших дорог впрямую будет зависеть от тех проектов, которые вы будете разрабатывать. Поэтому вы, как будущие высокопрофессиональные специалисты, должны владеть наукой дорожного строительства в совершенстве. Никогда не забывайте об этом. Извините, я сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Айды, как я? Что случилось? Все нормально? Да. С детьми все нормально. Вот. Что это? Айдын, это клевета. Еще одна клевета. ОТОБЕК ОТОБЕК Вы умный парень. Вы знаете, что Айбе Какя никогда и никому не пожелает чего-либо плохого. Несмотря на это, некоторые люди не перестают кидать в него камнями. На этот раз они решили воспользоваться вами. Вы не переживайте. Я хорошо знала вашу маму. Они просто с вашим учителем жили в одной махале. Почему вы меня бросают камни? Вы знаете, учитель сильный человек. Он не боится слухов и сплетен. Но что будет с репутацией моей матери? Что я за сын, который позволил запятнать репутацию моей покойной мамы? ОТОБЕК Честь вашей матери не может быть опороченной клеветой нескольких завистливых людей. Честь вашей мамы чиста, как кристалл. Она была достойной женщиной. Она не могла сделать что-то, что могло обозорить вас или вашего отца. Вы можете только гордиться ею. Но я все равно готов сквозь землю провалиться. Плохо мне. Плохо. Когда учитель предложил отправить меня на учебу в Санкт-Петербург, говорил, что у нас есть возможность для образования, да лучше бы я уехал. Мне очень жаль. Очень жаль. О чем вы говорите? Если вы сейчас уйдете, все подумают, что слухи верны, что Абек Акиа помог своему сыну сбежать. Об этом я не подумал. Вполне вероятно. Послушайте, Абек. Ваш учитель каждый раз, когда сталкивается с такими испытаниями, говорит себе, я сильный. Я обязательно выиграю. Никто меня не сможет сломить. Он всегда находил правильный выход из тяжелой ситуации. Будьте мужественным. Я сильный. Меня не победить. Можно? Да, входите. Здравствуйте. Здравствуйте, учитель. Рад видеть. Абек. Еще раз поздравляю от души. Спасибо. Я горжусь тем, что у меня есть такой ученик. Спасибо, учитель. Теперь, собрав все силы, надо постараться. Конечно. Мы должны оправдать доверие правительства. Надо повысить знания у молодежи. Все же, пока у меня есть такой учитель, наставник, как вы, это свершится еще быстрее. Я надеюсь на вас. Я верю в вас, а я верю в тебя. Ну, хорошо. Учитель, хорошо, что вы пришли. Слушаю вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот, вы преодолели еще одно испытание. Как это, Абек? У него все хорошо. Увидел, Абек. Такой бледный был. Это сильный удар для неокрепшего парня. Он беспокоится о добром имени матери. Я все понимаю. Это опять Аркин и его товарищи. Рук дела. Им не нравится, что я заставляю писать заявления алчных педагогов, занимающихся коррупцией. Вот они и суют палки в колеса. А моя любовь к Абеку для их подлости и самое то. Они этим хотят воспользоваться, но просто. Да. Но они ничего не смогли сделать. Не добились ничего. Ваши студенты высмеялись в стенгазетах этих сплетников. Не делом, так словом, ребята стали на защиту своего учителя. Уже всем известно, кто именно замешан в истории с фотографией. Они ходят сами не свои. А есть только проблем, которые я должен решить. Мы независимое государство. Свобода в наших руках. В такое время, вместо того, чтобы от души работать, мы почему-то занимаемся грязными делишками. А лучше изобретением займись. Внеси вклад в развитие страны. Чем устраивать разные фотосессии. Нет. Нет. Их смысл жизни. Только пакостью заниматься. Дорогой. Что с вами? Что такое? Душно что-то. Доно. Доно. Позови скорую. Нет, не надо. Что случилось? Папа. Сейчас пройдет. Стоять. Быстрее. Алло. Это скорая? Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Это дом профессора Айбека Таирова. Да. Вы... Его жена? Да. Да. А в чём дело? Всё нормально. Я корреспондент газеты «Голос Узбекистана». Да, понятно. Я хотела поговорить с учителем. В институте сказали, что он дома. Хочу записать интервью с ним. Да, пожалуйста, проходите. Извините, что я не сразу вас пригласила. Проходите. Вы знаете, вчера у Айбе как я прихватила сердце. Вызывали скорую помощь. Его хотели положить в больницу, но он не согласился. Не знаю, сможет ли он с вами говорить. Почему бы и нет? Конечно, поговорю. Давайте поговорим. Здравствуйте. Проходите. Заходите, присаживайтесь. Спасибо. Как можно отказывать журналистам? Да. Они же не отстанут, пока не проведут интервью. Ну да, ладно, ладно. Я сейчас подойду. Спасибо вам. Да. Я вас слушаю. О чем мы будем с вами поговорить? Сейчас. Я подготовлюсь. Вот. Пожалуйста. Спасибо. Айбек Кадырович. Вы большой ученый. Расскажите, пожалуйста, о вашей научной деятельности. Перед Богом совесть моя чиста. Я никогда не зарабатывал наукой. За всю свою жизнь я занимался переводами образовательных книг. Я написал десятки, 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 десятки книг о двигателях, о том, о сём, о... Ай, тридцать томов на русском, узбекском и английском языках опубликовано всё было. И до сих пор эти книги используют более чем в тридцати странах и институтах в образовательной области. В каких странах? Ну, к примеру, Китай, Турция, Малайзия, Индонезия. А, в Арабских Эмиратах недавно. А, в Автодорожном институте в России вели как образовательную научную книгу. Вы понимаете? Вы одновременно являетесь ректором института, крупным учёным, а также известным писателем. Нетрудно всё это совмещать. Ну, если честно, конечно, легко. Но я не успокоюсь, пока дело не доведут до конца. Я работаю всегда так, чтобы всё было. Быть ректором института несложно? Сами знаете, не бывает лёгкой работы. Каждый руководитель должен решать справедливо и отталкиваться от требований нового. Поколения. Я так думаю. Я так думаю. Как вы проводите своё свободное время? Оно у вас есть? Ну, если быть честным, у человека, который занимается науком, времени нет. Просто нет. Это правильно. Я согласна с вами. А теперь я хотела спросить о вашей супруге. Что вы о ней можете сказать? У моей супруги были все данные, чтобы стать доктором наук. Но решая мои проблемы и поддерживая меня, она не смогла продолжить свою научную деятельность. Но и она за переводы книг с русского на узбекский язык получила титул профессора в автодорожном институте. Прекрасно. Что вы думаете о молодых специалистах в вашей сфере? У нас достаточно много специалистов в этой сфере. Но вот только мы должны правильно воспользоваться их знаниями и возможностями. И самый последний вопрос. Скажите, чем отличается молодёжь 21 века от молодёжи 20 века? Это очень сложный вопрос. На это невозможно ответить одним словом. Нынче у молодёжи есть огромная информационная база. Любой вид знаний они могут получить через интернет, книги, ну как угодно. А главное, иметь желание действовать. Ну а мы? А мы изучали только через конспекты. Не то, что там книги. Поэтому никогда не пропускали занятия. А сейчас в развитых странах разработана система получения дистанционного образования. Это очень удобно, конечно же. Но знания невозможно заставить получить. Человек сам разумно должен прийти к этому. Спасибо вам. Это был очень интересный разговор. Я очень рад, что вы довольны этим интервью. Спасибо, что уделили мне своё драгоценное время. Мы опубликуем интервью в следующем номере газеты. Я обязательно... Будьте здоровы. Всего доброго. Будьте здоровы. Может, посидите, чай и попьёте. Нет-нет, спасибо. Будьте здоровы. Спасибо вам большое. Приходите в гости. До свидания. Всего хорошего. Доброго дня вам. Доброго дня вам. Здравствуйте. Доброго дня вам. Присаживайтесь. Здравствуйте, дорогие студенты. Я сейчас нуждаюсь в вашей помощи. Я хочу, чтобы вам преподавали настоящие специалисты своего дела. Отныне среди учителей места для взяточников нет. Вот эти бумаги мы сейчас раздадим. Там написаны такие слова. Чтобы быть чистым перед совестью, напиши своими руками имена педагогов, которым давал взятку. Можешь не писать своё имя и фамилию. Напишите, издайте мне, и можете идти. Всем всё понятно. Можешь раздавать. Можешь раздавать. Продолжение следует... Продолжение следует... Как поживаете? А ты сам как поживаешь, Кадрич? Как тележки-то? У меня все хорошо. А вот у вас нет. Да что ты говоришь? Вот письмо студентов, которые давали вам взятки. Пятьдесят студентов лично написали своими руками. Ну-ка. Этого не может быть. Этого не может быть. Это клевета. Это ничего не значит. Ничего. Это очень многое значит. Вы обвиняетесь в получении взяток. Пишите-ка заявление по собственному желанию. Ты от нас таким путем хочешь избавиться? Отомстить нам, да? За то, что Айдын вышла за меня замуж, ты всю жизнь врядовала со мной. Я все терпел. Но хватит. Если отныне вы будете снова что-то делать за моей спиной, я посажу вас в тюрьму. Дай ей. Слово мужское даю. Надо что-то с ним делать. Род свой закрой. Отныне наши пути расходятся. Да я всю жизнь на тебя работал. И это твоя благодарность? Эй. Ты ничем никогда не справлялся. И все мои деньги проворонил. Придурок. Бессовестная свинья. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте. Доброго дня. Это ваше сано авто когда заработает? Из-за него столько трудностей принесли? Да ладно, шериф Джон. Когда-нибудь заработает. Это первый легковой узбекский автомобиль. Да ты знаешь, какие у него преимущества. Ну, как бы знаю. Запомни, что скажу. Дизайн не похож ни на одну машину. Двигатель экономный. Требует мало топлива. А теперь смотри на сиденья. Между ними пространства больше, чем у других. Даже человек с высоким ростом может спокойно уместиться. Это очень хорошо, учитель. Шериф Джон, шериф Джон. У нас еще много дел. А ну-ка идем. Идем. Кое-что покажу. Доброго дня, учитель. Здравствуй, Шериф Джон. Как поживаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Учитель, мою научную работу приняли. Я поздравляю тебя. Я поздравляю тебя. Поздравляем. Это очень хорошо. Как приятно получить добрую весть у памятника нашему великому предку. Не правда ли? Из книг, из рукописей великих людей, совершивших исторические деяния, наш великий Тимур написал так. Когда идут по царству сплетни, я их не слышу, живу и не вижу, и поэтому свершаю величайшие дела. В жизни нужно стремиться только к высоким целям. А в пути к высокому не обращайте внимания на слухи и сплетни. Человек, несмотря ни на что, должен идти усердно и смело к своей цели. Ты большой молодец. Молодец. Мои поздравления. Спасибо вам огромное. Благодарю. Наверное, не стоило таких похвал. Я очень уважаю вас. Музыка. 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 Продолжение следует...